Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Уважаемые наши подписчики и зрители, вы не раз просили нас высказаться по поводу средств для раскоксовки двигателя. И вот это видео – ответ на вашу просьбу. Мы приобрели три средства для раскоксовки двигателя и медпрепарат, который иногда используется не под назначением для чистки камер сгорания и устранения залегания поршневых колец. Тест мы будем сегодня проводить анонимно. Мы тщательно замаскировали баллоны и присвоили им условные номера, которые будем использовать в ходе нашего эксперимента. Поршни мы выбрали заранее. Эти поршни покрыты слоем толстым нагара из нефтепродуктов, который вступает в реакцию с кислородом в камерах сгорания. Посмотрим, удастся ли нам увидеть реакцию раскоксовок с этим толстым слоем нагара. Мы будем использовать эти средства для раскоксовки в соответствии с инструкцией. Естественно, на двигателе мы бы заливали средства для раскоксовки в камеры сгорания через свечные отверстия. А если двигатель дизельный, то через отверстия, которые предназначены для форсунок. Для каждой раскоксовки у нас отдельная емкость и отдельный поршень. Способ применения этих жидкостей примерно одинаковый. Двигатель должен быть прогрет, но не горячий. Поэтому при подгреве поршней мы будем следить за температурой. Одна жидкость работает как пенный очиститель. Инструкция гласит, что для оптимальной работы этой жидкости температура двигателя должна составлять 50 градусов. Впрыскивать пену в камеру сгорания надо каждые 5-7 минут пять раз. Мы, пожалуй, зальем этой пеной поршень и подогреем его, как и все остальные. Вообще, каждого флакона этих жидкостей должно хватить для раскоксовки четырехцилиндрового двигателя. В инструкции написано, что достаточно для одного цилиндра четверть флакона. А вот это медицинский препарат, который продается в каждой аптеке. Естественно, инструкций по применению в камерах сгорания нет. Но из опыта известно, что это очень агрессивное средство, которое растворяет пластиковые детали, которые присутствуют в масляной системе современных двигателей. Любопытно, что эти детали, то есть это может быть маслозаборник либо же корпус редукционного клапана, изготовленный из фторопласта. А фторопласт не реагирует с 99% веществ. Поэтому при использовании этого средства надо быть очень осторожным и сразу же сменить масло. Поэтому мы проверим, реагируют эти средства или нет с краской. Для тех, кто не знает, поддоны бывают жестяные и алюминиевые. Жестяные изнутри окрашены краской. От реального поддона двигателя мы отрезали четыре кусочка и проверим в результате нашего эксперимента, отслоится ли краска под воздействием вот этих средств. Это очень важно, потому что при раскоксовке двигателя эти средства могут просочиться в поддон и вступить в реакцию с краской. Ну а чтобы избежать проблем с залеганием поршневых колец, используйте качественные моторные масла и соблюдайте регламент их замены. Например, моторные масла ELF. Выгодно их приобрести вы можете у нашего партнера, компания Armtec со скидкой 10%. Просто назовите промокод STRONG при заказе. Скидка действует не только на масла, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов Armtec. Кстати, Armtec является единственным официальным дистрибьютором моторных масел ELF в Республике Беларусь. Все ссылочки и подробности в описании. Добро пожаловать в нашу лабораторию. Для начала я одену защитные перчатки. Мало ли кто раскоксовывал эти поршни до меня. Сейчас я налью в нашу тару одинаковое количество жидкости. Для раскоксовки одного поршня достаточно 60 миллилитров. Это как раз объем вот этого флакончика. Выливаю этот флакон полностью и столько же наливаю остальных средств для раскоксовки. В общем, в каждой посуде у нас будет кусочек поддона и поршень. Средство номер один мы опять будем наносить на поршень. В инструкции говорится, что надо впырскивать это средство на поршень каждые пять минут. В нашем случае буквально за пять минут пена испарилась. Как вы видите, мы контролируем температуру. Она уже 80 градусов. Сейчас мы уменьшим огонь и так погреем еще минут сорок. Пока поршни греются, отметим, что основная задача раскоксовок – вернуть подвижность поршневым кольцам. Попутно очистится камера сгорания. Двигатель вернется компрессия, исчезнет дымность и масложор. Как вы видите, время у нас есть. Хотели бы вам напомнить, что в компании «АвтоСтронг» есть подразделение «МотоСтронг», где вы можете купить отличный мотоцикл, привезенный нами из Европы по отличной цене и с полным комплектом документов. Если вы клиент издалека, то мы сделаем для вас видеообзор. Звоните по контактам из описания, «АвтоСтронг» всё будет чётко. Еще раз добавляем пену, потому что она опять испарилась. Ну что, настало время подводить итоги. Почему-то хочется начать с конца. Итак, средство номер четыре, которое тупо продается во всех аптеках. Часть отложений отмылась, а та часть отложений, которая не отмылась, легко соскабливается. Маслосъемное кольцо стало почище. Такое ощущение, что отлегло. В общем, очищающий эффект есть. Итак, образец номер три. Такое ощущение, что его замыли очистителем тормозов. Почти весь нагар остался на месте, но стал рыхлым. В общем, результат так себе. Образец номер два. Результат очень похож на образец номер три. То есть, рыхлый нагар. Маслосъемное кольцо не отлегло, оно закоксовано и не очистилось. Жировой пояс, как вы видите, тоже никаким образом не очищается. Итак, образец номер один. Вот такого эффекта мы и ожидали от всех средств. Весь нагар растворился и смылся без механического воздействия. Ну а что же у нас с элементами поддона? Образец номер четыре. Медицинское средство отшелушивает краску. В принципе, это известное его побочное свойство. Образец номер три. На первый взгляд все хорошо. Краска на месте. Но если ее интенсивно потереть, то она соскабливается до металла. Образец номер два. Краска соскабливается. Итак, образец номер один. Образец номер один также безжалостен краски поддона, как и к загрязнениям. Краска здесь просто исчезла. В каждом средстве для раскоксовки содержится растворитель, который поднимает краску поддона. Хлопья краски могут забить маслозаборник. Поэтому если вы рискнули применить эти средства, то не запускайте двигатель. Снимайте, промывайте поддон и заливайте новое масло. Вот за кадром вы видите, во что превращается растворенная краска. Ну а сейчас подведем итоги. Результаты двух образцов нам вообще не понравились. Народное средство работает мягко. Ну а результат первого образца вообще что-то нереальное. Надеемся, вам понравился наш эксперимент. Напишите обязательно в комментариях, какие опыты вы хотели бы посмотреть еще. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».